Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу продемонстрировать вам изготовление лечебного диска по Мишину Александру, опираясь на его советы и видео Седого Александра. Так вот выглядит лечебный диск. А это генератор. По совету Мишины я приобрел его в Тольятти. Изготовление лечебного диска состоит из трёх этапов. Первый этап – изготовление каркаса. Второй – отмерка провода и сам процесс намотки. И третий – проверка на работоспособность и настройка. Первый этап – изготовление лечебного диска. Изготовил каркас из фанеры толщиной 3 мм. Диаметр заготовки 150 мм. Предварительно наклеил двусторонний скотч. Присверлил отверстие для обмотки. И четыре выходных отверстия. Здесь будут устанавливаться, как уже на готовом мы видим, разъёмничек для подключения генератора. Здесь хочу отметить, ребят, очень удобно. Советую взять, так называемый пятачок 5 рублей. У него красдиаметр соответствует 25 мм. По совету Мишина внутренний диаметр катушки. Второй этап – процесс намотки. Предварительно купил катушечку. Проволока диаметром 0,5 мм в лаке. Отмотал от неё два куска по 10 метров. И обратно же её намотал, чтобы удобнее потом было сматывать на так называемой импровизированной катушечке. Это крышки от кастрюли. С них очень удобно потом производить намотку диска. Видите, как очень удобно производить смотку проволоки. Заклеим скучно, чтобы вам не мешалось потом. Проводки не мешались. Здесь при намотке. Так. Всё. И начинаем мотать диск. При намотке, друзья, смотрите повнимательнее, чтобы провода с друг дружкой не перехлестнулись. И аккуратненько, плавненько, с помощью линейки мы мотаем с вами лечебный диск. Завершил процесс намотки диска. Теперь обклеим скотчем обычным. Вот таким вот скотчем. И приступим к третьему этапу проверки на работоспособность и настройки диска. Так, теперь проверяем на работоспособность. Прозвоним провода. Ну, я сделал обычный пробочек из двух батареек, диодик и с него провода. Видите, да? Вот она горит. Мы один конец обмотки берём и другой. Нашли. Это один конец обмотки. Соответственно, это другой. Но я сейчас переключать не буду, просто поверьте мне на слово, что они так же горят. Обязательно нужно прозвонить на КЗ, на короткое замыкание. Смотрите. Теперь мы должны тут, видите, если лампочка не горит, не горит. И здесь не горит. Значит, всё хорошо. Мы собрали верно картошку. Так, а вот изготовил две картошки. Одна рабочая, мы видим, к генератору подходит. Ну, а вторая, это согласно советам Видео Сидова, для усиления эффекта. Диаметр получился у меня диска 124 миллиметра. Что та, что рабочая 124 миллиметра, внутренний 25 миллиметра и здесь 25 миллиметра. Всё совпадает согласно советам Сидова и Мишина. Я вам сейчас покажу, как настраивать рабочую частоту катушки. Настраивать будем с помощью генератора и с помощью такого светодиодного индикатора. Это обычная витая проволока, длиной 3 метра, намотанная на руку. И в цепь включены два встречного светодиода. Включаем генератор. Эту катушку я, правда, уже предварительно настроил. Я, кстати, уже лечил родных с помощью неё и все остались довольны результатом. Смотрите, здесь в генераторе есть такое отверстие, это более точная чёткая подстройка. С помощью него мы будем искать рабочую частоту катушки. Видите? Подносим, они начинают гореть. Ищем верхнюю точку. Когда они совсем начинают еле-еле гореть, тлеют практически, видите, да, вот-вот-вот-вот они. Чуть ниже, вверх, они начинают гаснуть. Вот в этой точке мы начинаем более точно поставить с помощью генератора рабочую частоту катушки. Влево-вправо. И находим, когда они вот еле начинают гореть, это и будет рабочая частота катушки. Вот на этом всё. Благодарю за внимание. Более смелее подходить к изготовлению лечебного диска. Оздоравливайтесь, крепните. Всех благ вам и удачи. И хотел отдельно ещё раз поблагодарить от души Мишина Александра и Седого Александра за проделанную работу и предоставленный продукт. Всего доброго. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует...